Всем привет! Мой сегодняшний обзор посвящен моим третьим уже пустым баночкам. В общем, начну я свой обзор с небольшого разочарования, которое случилось у меня буквально вчера. Это вот эта вот пенка. Пенка для умывания очень хорошая, хочу сказать. Бюджетная хорошая пенка от Эйвен. Освежающая, очищающая гель для лица, роза, мята и ромашка. Смывает помаду ифрашевскую, блеск. Не только ифрашевский, и эйвоновский. Ну и в общем, хорошо удаляет загрязнение и не сушит кожу. Она мне очень нравится. Она у меня в принципе еще осталась, но случилось несчастье. Я стала закрывать крышечку и крышечка вот здесь треснула. Часть осталась вот здесь, а часть осталась в самой крышечке. Я поставила вчера утром, ну и я думала, что оно как-то само постоит, но оказалось, что оно без крышечки само медленно вытекает. Тут даже еще чуть-чуть что-то капает. И вот вчера вечером я беру и понимаю, что пенка-то у меня выливается. Пришлось мне ее перелить в совершенно другую баночку, как-то не предназначенную даже для пенки, но просто что попалось под руку, туда и сунула. В общем, хорошая пенка, но вот крышечка подвела. Поэтому я даже не знаю, с одной стороны, я вам ее советую, с другой стороны, я честно, я не сильно на нее жала. В общем, пришлось мне этот тюбик выдавить, и теперь у меня пустая баночка появилась. Плюс есть у меня вот такой крем для тела, Avon Naturals, будем ваниль 200 мл. Это мне досталось по меняшке весной этого года с кем-то из девчонок, из рисок. Он сделан 16 ноября 2013 года, в принципе, он бы еще прожил год, но у меня такая проблема, что я много раз его когда открывала периодически, а он, кстати, хороший, он увлажняет хорошо, и кож, короче, от него очень хорошо себя чувствует. И аромат, в принципе, мне нравится, то, что там какие-то маленькие блески, они меня даже не раздражают, учитывая, что я блески не люблю. Вот он немножко отпрыснул. У него каждый раз какая-то там сыворочка появлялась, ну, допустим, в косметике Грин Мамы, если появляется сыворотка, то это нормальная, естественно, так сказать, реакция. А когда в Avon, где больше химии, чем натурального, ну, просто в сравнении, допустим, с составом Грин Мамы, то это как-то немножко настораживает. И сначала сыворотка как-то появлялась, было более-менее как-то, еще можно было пользоваться, но сегодня я его открыла и поняла, что и на крышечке какой-то творожный такой эффект, и здесь что-то такое, и даже, не знаю, пользоваться мне как-то уже опасно васта, плюс он уже подсыхает тут. С другой стороны, срок годности у него еще не закончен. И с третьей стороны, в принципе, хранился он нормально. Не знаю, как он до этого, вот у девочки хранился. Ну, что могу сказать, он мне очень понравился, не знаю, у Avon сейчас, наверное, уже не выпускается такой, но если подобный, то если будет, я, наверное, даже приобрету. И что-то похожее мне дарила Аленка, я еще, правда, не открывала. Привет тебе, Аленка, и спасибо за привет в твоем видео за 17 и 16, первый 16 каталог, или какой там у тебя был. В общем, вот такой крем. Думаю, что надо его уже выкинуть. Так, это мой шампунь, крем-шампунь и фраше, про который я уже говорила в каком-то из видеообзоров. Он у меня наконец-то закончился. Минус единственный, что если пользоваться постоянно, то волосы все-таки немножко жирятся. Наверное, он все же рассчитан больше на сухой тип волос, нормальный, или еще на какой-то, может быть, смешанный. Но вот на жирных мне приходилось немножко разнообразить его. Мою я сейчас мылом своим, и с моего обзора мастер-класса, вот как раз именно тем, с травками. И вот, ну, так сам по себе он мне нравился. Единственное, что утром помоешь, и на следующее утро все равно приходится заново мыть. Но неплохой, если меня клюнет куда-нибудь мое шапоголиство, шапогольство, мой шапоголизм проснется, то я, наверное, приобрету этот шампунчик. По скидке или без. Хороший шампунчик. Так, потом у меня тут закончились духи неведомые. Это из последней моей парфюмерной поменяшки с весны. Ну, которые, в принципе, пришли пролитые. Они довольно приятно пахнут. Мне кажется, что это вообще может быть отливанты от каких-то Эйвеновских духов. Потому что они мне чем-то напоминают даже Саммер Вайт. Или что-то между Саммер Вайт и Прублакой. Вот такая вот штучка. Ну, флакончик он мне нравится, я его себе оставлю. Пригодится. Я люблю всякие флакончики. Так, это мои восторги. Это скраб. Отшелушивающий скраб для тела цитрусовый заряд от Эйвен. Он мне очень-очень понравился. Он мне понравился и по консистенции. Он мне напомнил какой-то между скрабом и гелем. Он очень хорошо относился к моей коже. У меня с лета было парочка таких ранений на коленках. И вот он очень хорошо так, видимо, отшелушивал эти непонятные кожные остатки. Или как это можно сказать. И у меня эти шрамики практически исчезли. Он бодрящий. Он мне очень понравился. И если в Эйвене он еще появится, именно вот как скраб, то я закажу. Во-первых, у меня кожа нежная. Ну, и, соответственно, очень грубые такие скрабирующие частички меня напрягают. Я сама как-то не очень понимаю скрабы. Но вот скраб гель или вот такой вот мелкий, самое то, в общем, он мне очень-очень нравится. Он мне даже больше нравится, чем Эйвен этот ифрашевский. И в таких же тюбиках, там, земляничка или что-то еще. Ну, в общем, он ничем не уступает ифрашевским скрабикам. Советую его. Я что-то уж не помню, поскольку я его покупала за 89 или за 79. Ну, и мне, в принципе, его хватило на приличное время. Тут даже совсем чуть-чуть что-то осталось. И учитывая то, что я обычно дофигищи на губку выливаю, не знаю почему, но он... Кстати, и хорошо пенился. В общем, он мне очень понравился. Я его советую. Вот это молочко, в принципе, оно для тела. Но пользовала его немножко по-другому. Это плезирный тур. Ифрашевское бархатистое молочко для тела. Дикая ежевика. 50 мл. Это моя подруга из Калининграда, Саша Житова. Если она когда-нибудь меня увидит, то привет тебе, Саша, на будущее. Она присылала мне вместе со сладкой частью посылки. И вот этой чистой линии кремик еще остался. И он когда-нибудь, надеюсь, тоже был в пустых баночках. Она пользует такое молочко, как молочко для лица. И вот, кстати, оно очень хорошо увлажняет лицо. Ну, тело тоже, в принципе, та же самая кожа практически. Она хорошо удаляет макияж. И я его пользовала именно как молочко для лица. Но если кто-то решит тоже купить, оно где-то сейчас, по-моему, 99 рублей стоит. Или, может быть, 110, как-то так. Ну, в общем, хорошее, я его советую. И довольно экономичное. Так, это у меня крем для рук от Аленки. С нашей последней встречи. С живых поменяшек. Дольче Милк. Молоко и абрикос. 50 мл. Он уже вот выжатый такой. Буквально сегодня он закончился. Он мне очень понравился. Я не знаю, получится там надавить или нет. Ну, там вот был он белый. Пах он, естественно, значит, этим самым абрикосом. Он хорошо увлажнял руки. Он, в принципе, мне понравился. Хватило его ровно на месяц. Учитывая, что я усиленно так не по разу за день мажу свои лапки. Ну, если я такую в серию увижу, косметику, то я теперь такую куплю. В общем, он мне понравился. Спасибо, Аленка, тебе и привет еще раз. И такой крем я советую. Это, правда, уже чистая бутылочка, потому что бутылочки такие мне иногда пригождаются для моих экспериментов. Это уже сделанный в России. И Фрашевский. И Плезир Натур. Гель-крем для душа Биавес. Конечно, он уже отличается от того, что делается во Франции. Делалось во Франции. Ну, я подозреваю, до сих пор делается. У нас разливается где-то там под Питером или под Москвой. Суть в том, что он, конечно, все еще пах овсом. И даже от бутылочки до сих пор чуть-чуть пахнет. Он был белый, он был густой, кремовый. Но он был как-то уже, ну, даже не знаю, между какой-то слизью и гелем или кремом, что-то такое непонятно. Он давал, конечно, пену хорошую, но уже не настолько, как раньше. Вчера, допустим, можно было 2-3 таких вот колпачка на стандартную классическую человеческую ванну сделать и буты. А обширная пена где-нибудь вот такого размера. Сейчас это уже не то. Ну, я его и как гель-лятуша пользовала, и как пену для ванн. Я даже его выливала в ванночку для ног. В принципе, если вам нравится запах овса, такой сладенький, нежный, между овсяной кашкой и чем-то таким вкусненьким, он вкусный, хороший, классный гель. Ну, если вас напрягает то, что это уже не Франция, то я не советую вам покупать и переплачивать только за бренд, сделанный уже в России. А это вот кремовый, как Аленка советовала, гель для душа, увлажняющий крем-гель «Дивная сказка» от Эйвен. Он мне, конечно, понравился. Он кремовый, он хорошо мылился. Ну, конечно, не так хорошо, как, допустим, вот этот товарищ или вот этот вот товарищ, но уже намного лучше, чем просто гелевые гели. Масло, масло, да. Но у него единственный запах, вот для меня это был тяжелый запах, это сандал и ваниль. Может быть, там, конечно, перебывало больше сандал, потому что ваниль, в принципе, мне нравится. Ну, для меня это был даже, для зимы это очень тяжелый запах для меня, термоядерный, можно сказать. И я, наверное, пока не буду покупать себе гели в Эйвен. В принципе, у меня пока еще есть в запасах гели и фраше, и даже еще один из фаберлика. И, насколько мне известно, в 27-го мы с Аленкой встречаемся, и у нас будет обмен подарками новогодними. И мне там ждут какие-то тоже вроде бы гели. Ну, суть такая, что в крайнем случае у меня даже есть мыло моими лапками сделано. Эйвеновские гели я пока попридержу заказывать. Вот тут еще остался. Думаю, если окатить, то можно сделать пенку для ванн, для ног точнее. Вот такие дела. Я думаю, по-моему, на этом мой обзор заканчивается. Если вам было интересно это видео, то я очень рада. И спасибо за просмотр. До новых встреч. Я помню, что за мной еще видео про 50 вопросов о себе. Я постараюсь на следующей неделе это видео записать. Извините, что так затягиваю. Были всякие проволочки, всякие новогодние елки. Я тут опять приболела. И как-то так. Ну, в общем, всем пока.